Запретный плод сладок, когда напротив твоего окна всего в нескольких шагах расположено озеро, на улице больше 30 градусов тепла, ноги сами ведут тебя к воде, пусть и на несанкционированный пляж. В рейд по таким местам вместе со спасателями и представителями органов профилактики отправилась и наша съемочная группа. Профилактика гибели детей на водоемах в жару выходит на первый план. У школьников каникулы, реки и озера сулят отдых и прохладу. Велик соблазн искупаться вдали от пляжей официальных. Кому-то ближе добираться, кто-то ищет тихое и уютное место без столб отдыхающих. Нередко и сами родители приводят своих детей на несанкционированные для купания места. Но спасатели и органы профилактики не дремлют. Вот и с нашей съемочной группой в рейд отправился внушительный десант представителей самых разных служб и ведомств. Уверяют, работа не прекращается и без телекамер. Сезон ведь. Это постоянно действующее мероприятие, потому что в городе Гомель с целью создания безопасной и правовой среды, а также организации здоровья, сберегающего отдыха детей несовершеннолетних в каникулярный период лета 2020, комиссия по делам несовершеннолетних горосполкома разработана и реализуется программа, межведомственная программа «Забота» по профилактике гибели и травматизма детей в летний каникулярный период. Поэтому все мероприятия рейдовые, они плановые, они постоянно действующие. То есть в рейдах участвуют как зампреды КДН, ИДН, Освод, так и другие субъекты профилактики. Нынешний рейд выпал на будний день, да и дожди прошли сравнительно недавно, но даже это отдыхающих не останавливает. Увидев сотрудников МЧС и Освода, удивляются, да и все как один заверяют, что далеко заплывать не намерены. Приходится объяснять, что такой отдых — дополнительный риск. Поблизости не всегда может оказаться помощь вдали от городских пляжей, ни по качеству воды, ни по состоянию дна никто дать гарантии не может. Да и статистика трагических случаев приходится как раз на такие места. Рейд, в который отправился первый городской, обошелся без происшествия. Вот недели ранее аналогичное мероприятие в Центральном районе уже принесло результаты. В ходе рейдового мероприятия было выявлено несовершеннолетние, которые нарушали антиалкогольное законодательство. Ну и в данный момент работа активно проводится в данном направлении, потому что в летний период жара на улицах, много детей на водоемах, тоже большое количество несовершеннолетних вместе с законными представителями. И с целью профилактики детской гибели и травматизма мы проводим вот такие мероприятия. Пляжный сезон пока на старте, но мы все же поинтересовались у сотрудников освода, были ли этим летом случаи, когда людей, потерявших бдительность на воде, приходилось спасать. Явных спасений пока, слава богу, не выявлено. То есть люди пока относятся к этому правильно. Ну, прошлые годы, конечно, не без этого приходилось, бывали случаи спасения. Остается надеяться, что и остаток лета пройдет столь же спокойно. Статистика трагедии, за сухими цифрами которой реальная жизни людей, избежит роста на протяжении всего пляжного сезона 2020. Продолжение следует...